привет друзья вы находитесь на канале айхаус термоплюс с вами олег кузьмичев это у нас вторая серия видео как построить монолитный дом своими руками первую серию вы можете посмотреть вот здесь у нас подсказка находится это видео по листе монолитный дом своими руками также можете посмотреть как там люди строить монолитные дома своими руками и это видео снято для того чтобы определиться какая толщина стен самая оптимальная для монолитного дома есть у нас стены 80 миллиметров у нас есть стены 100 миллиметров у нас есть стены толщиной 150 миллиметров 200 и даже 250 и какая стена все-таки лучше и оптимальная для монолитного дома прежде чем продолжить тему про толщину стен давайте вернемся и разберем первую часть видео потому что она вызвала очень много каких-то негативных реакций там тема шланг про геологию это по съем вот это видео монолитный дом как построить монолитный дом своими руками первой серии количество лайков количество дизлайков ну давайте посмотрим что тут нас пишут сергей ефимов не увидел в этом видео какого-то смысла надеюсь следующие будут более содержательные блин замечательный комментарий сергей дальше дима попов не нужны такие видео век информации быстрый четкой здесь сопли понимаю задумку авторов желаю успехов дима попов спасибо что вы нам желаете успехов но какая задумка авторов вы наверно так и не поняли вот открываем на 504 у нас здесь живая геология живого объекта здесь представлены характеристики грунтов и они просто это просадочный на метр 10 дальше пишется не рекомендуется как основание для сооружения в виду из специфических свойств раздел геологии очень большой вот я два листа сделал скрин экрана что тут пишется просадочные бруты и г-1 не рекомендуется как основание для сооружения ввиду их специфических свойств перед производством строительных работ и следует удалить из проектируемого из подпроектируемого сооружения вот она задумка те кто хочет сэкономить на чем-то ну как вы можете сэкономить вы можете эту геологию не делать это по съемку тоже не делать она тоже очень важно для проектирования фундаментов что у вас там с грунтами непонятно вам заложен фундамент который будет стоить неимоверно коллеги это денег под пятиэтажку конечно строители которые хотят себя подстраховать они будут эти фундаменты делать если у вас нет геологии потому что никто на себя риски брать не будет кроме прорабов которым пофигу на ваш дом вот такой ответ читайте внимательно документы если мы даже посмотрим аналитику по видео удержание аудитории вот здесь когда вот эти два документа они самые просадочные здесь вообще никто не смотрит все смотрят больше здесь дальше смотрят а вот это никому не интересно это вообще непонятно для чего тогда делать надо геологию как вы хотите вообще построить правильный дом но на этом как бы я закончу чтобы не растягивать видео и мы вернемся к нашим стенам я думаю ответ всем понятен рассмотрим недостатки стены 100 миллиметров и 150 миллиметров вообще плюсы и минусы вот здесь у нас 100 миллиметров стена это у нас 150 миллиметров здесь гипсовая штукатурка внутренняя поверхность здесь у нас должен быть утеплитель и так чем тоньше стена тема нас больше она как струна гитары натянутая она хорошо убирать себя все шумы хлопания дверей также низкочастотные звуки которые передаются по тонкой стене по всей монолитной конструкции если взять стену 150 миллиметров то эти звуки начинают гаситься ну а также чем толще стена опять же у нее плотность очень хорошая тем звукоизоляция между внешним миром хотя у нас здесь утеплитель на будет лучше в этом есть преимущество именно стен 150 миллиметров второе преимущество ставим подрозетник вот смотрите вот у нас граница подрозетника но мы в подрозетник заводим провода именно с вот с этой части если мы смотрим нашу границу то она подвигается где-то до сюда то это остается 15 миллиметров не более дорогие друзья мне конечно интересно почему многие кто смотрит это видео заинтересовались технологии монолитного домостроения своими руками напишите пожалуйста в комментариях ваш главный критерий почему вы хотите открыть монолитный дом но чтобы не испортить ваш монолитный дом бы должно вообще знать о свойстве материалов всех а вот и до потому что монолитный дом он не прощает ошибок потому что много мне после вот перед новым годом вышла серия видео на ватсап на вайбер пишут как может быть что монолитный дом был теплый люди которые живут все это уже в монолитных домах некоторые его просто протопить не могут то есть монолитный дом он не прощает ошибок вы можете построить или теплый или холодный ледяной или энергоэффективный тут три варианта если вы сомневаетесь что вы можете построить теплый дом потому что в него надо все-таки вкладывать деньги то советую вам выбрать на на все-таки другую технологию потому что все-таки теплый энергоэффективный дом он требует вложений и также дополнительных трудозатрат но она мы дальше вернемся опять же к нашей стене стенам это стенам нас из монолитного железобетона какая толщина надо быть но для начала мы все-таки пробежимся что монолитный железобетон имеет самые высокие суда высокий коэффициент теплоусвоения многие как бы этот коэффициент теплоусвоения даже люди которые заканчивали университеты института о нем слышали но уже не помню про что эта тема потому что у нас вся тема она связана с сопротивлением теплопередачи ограждающих конструкций но у нас за сопротивление теплопередачи должен отвечать наш утеплитель а затем и он отвечает за теплоустойчивость зданий а за теплоустойчивость помещения у нас должен отвечать все-таки наша конструкция здания понятие о теплоусвоения было введено в первые академикам власовым и разработаны им теорию теплоустойчивости ограждений и использование теплоустойчивости помещений уже в энергоэффективности домов в прошлом веке в тридцатых там сороковых годах монолитный дом вот например вот этот в котором мы находимся который построен по технологии хаус термоплюс достаточно если переводить сколько раз в сутки надо топить один раз в сутки достаточно многие дома которые построены по современ технологии они будут требовать два раза в сутки топить или три раза в сутки печень чем выше у нас коэффициент теплоусвоения материала тем больше материал может интенсивнее воспринимать теплоту опять же если мы берем дом из газоблока у нас работают теплоносители то у нас все это тепло попадает в воздух и дальше в трубу вентиляции а в нашем случае именно материал вот эти монолитные железобетонные стены они его этот это тепло усваивают и самое главное что глубина теплового потока в монолитном железобетоне одна из самых наверное больших может есть на какие-то строительные материалы ну я таких не знаю если кто-то знает может написать то есть у нас именно тепловой поток проходит внутрь стены на 140 на 160 миллиметров давайте вообще посмотрим вот как это выглядит на стене но и также не надо нельзя забывать что у нас еще монолитный железобетон в себе накапливает самое большое количество тепла в одном кубе материала и вот перед нами стена 150 миллиметров вот бетон обладает такими свойствами что у него длина волны теплового потока именно равна 150 миллиметров вот эту длину волны надо использовать на полную катушку чем это для нас плюс у нас бетон полностью прогревается а вот представьте если мы бы вы использовали бетон стену 200 миллиметров вот здесь у нас уже будет 150 вот в этом месте 150 миллиметров а вот это уже 200 миллиметров здесь у нас утеплитель здесь у нас внутренняя поверхность его длина волны у нас доходит до сюда теплового потока а дальше рассеивается то есть вот это тепло которое мы аккумулируем и который можем использовать для поддержания температуры в помещении она начинает расходоваться вот это как бы минус именно более толстой стены из монолитного железобетона если мы берем опять же белый силикатный кирпич который имеет очень тоже хорошие коэффициент типа усвоения но он ниже вид на процент на 40 или 50 то есть вот здесь 150 то кирпич он имеет длину волны где-то 9 10 сантиметров если красный кирпич он имеет еще меньше длину волны то есть сейчас я переведу это мы берем красный полнотелый кирпич у него длина волны где-то 6-8 сантиметров ну примерно вот так будет и если у нас из красного кирпича стена более толстая то представляете сколько надо на разогрев тратить энергии то есть вот с внешними стенами понятно какая какая должна быть толщина чтобы по максимуму мы могли использовать нашу накопленную энергию которая не рассеивается теперь перейдем к стенкам внутренним вот допустим у нас эта стена 150 миллиметров у нас уже с обоих сторон гипсовая штукатурка вот здесь гипсовая штукатурка у нас тепловой поток идет с этой стороны и с этой стороны и те кто планирует отопление электричеством и газа не предвидится я вот просто рекомендую вам эту стенку отливать уже не 150 миллиметров от 250 миллиметров потому что если даже разделить тепловые потоки с двух сторон то они все равно доходит до центра и наша стена она не имеет никаких теплопотерь через ними через внешнюю ограждающую конструкцию то есть внутренние перегородки они вообще более сильнее отвечают за теплоустойчивость помещений потому что у них нет теплопотерь и когда вот здесь в домах применяют именно из газоблока внутри выкладывают там еще из чего-то то это большая ошибка дорогие друзья после просмотра этого видео я думаю многие не будут допускать ошибок отказываться от монолитных перегородок потому что тем более если взять по количеству бетона залитые именно у них там она в разы больше у чем нижние стены минус теплопотери теплоустойчивость за вашего здания намного выше вы не знаете сколько будет стоить теплоносителю на вернее сколько будет у нас энергоноситель стоит через два года через пять и когда вы выйдете на пенсию вообще непонятно сколько вы будете зарабатывать а при смене власти она может вообще все скакнуть в разы вверх так что строите правильные теплые дома я вам с этим помогу своими видео следующее будет видео опять же монолитный дом как построить своими руками именно какой должен быть раствор используем для изготовления стен итак ставьте лайки оставляйте комментарии делитесь видео со своими друзьями если хотите чтобы начали нашей стране строить правильные энергоэффективные дома чтобы люди меньше затем тратили денег на отопление давайте бороться с этим вместе и те кто строит дома своими руками присылайте видео мы их опубликуем делитесь своим опытом просто снять телефон рассказать о своем доме потому что очень много люди боятся что построить монолитный дом своими руками это типа невозможно итак можете стать спонсором канала если у вас нету кнопки спонсорства там в браузере или в телефоне у нас на сайте есть телефон это мой личный и по номеру телефона можете перевести ваше спасибо через бербанк онлайн с вами был Олег Кузьмичок всем пока до новых встреч